Родители всегда помогут. Отругают, когда виноват и наделал глупостей. Поддержат и наставят на путь истины. Этим же занимаются и сотрудники отделения сопровождаемого проживания. В некоторых сложных ситуациях заменяют родных. Данный вид деток находится под защитой государства. Я считаю своим основным долгом и долгом моих специалистов защитить наших детей, оказать им содействие в трудоустройстве, в социализации, в правильном распоряжении их материальными средствами. Порой наши дети, которые особенностями психофизического развития, не понимают, как распределять, то ли платить за коммунальные услуги, то ли купить им какие-то продукты питания. То есть не имеют никакого понятия в своем материальном достатке. Роман Махина – молодой человек, которому в жизни не очень повезло. После потери родных у парня начались трудности. Учился в Гансвича, закончил, пошел сюда, на Пинск. Там тоже ходил на кружки всякие. Закончил образование, получил строительное. Хотелось дальше учиться, а потом домой не буду. Я сразу пришел сюда на работу. У меня была отработка. Год отработал. И все, и залетел в милицию. Залетел и уволился. Поехал на Минск. Там кинули, короче. Приехал сюда, в Пинск устроился. На Пинск дрел. Пока на первое время я там в станочнике пойду. Сотрудники отделения сопровождаемого проживания оказывают ему самую разнообразную помощь. Мне все это нравится. Уважаю. Говорят, не делай это, не делай то, чтобы никуда не вляпался. Помогают в комиссию прийти, на работу устраиваться. Стравилось все это у меня еще сам. Приходили сами до меня. Я начинал просить, чтобы помогли. Судом, например, всякие проблемы. Бывает так, зайду и все делать нечего. Еще один молодой человек, Алексей Дубицкий, после окончания учебного заведения, устроился на работу по распределению. Но спустя год уволился. И сейчас, при содействии сотрудников отделения сопровождаемого проживания, ищет новую работу. Мне здесь помогают трудоустроиться и получить свое социальное жилье. Объясняют, решают, за меня звонят. Помогают, какие документы нужно собрать, где их брать. 18-летний парень не теряется, старается использовать любые возможности. Идет по жизни с оптимизмом и хорошим чувством юмора. В этом году хочет поступить в высшее учебное заведение. К сотрудникам центра относятся с уважением и благодарностью. Помогают, сказали, значит делают, не обманывают, как у нас сейчас принято делать. В принципе, так что вот так вот. Сотрудники хорошие. Помощь и поддержку лицам из числа детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей, оказывают не только в трудных жизненных ситуациях. Организована работа двух кружков. Первый кружок у нас обучение компьютерной грамотности. Называется он «Смайлик». Значит, наши лица из числа детей-сироты, дети-сироты, приходят к нам на кружок, посещают его. Могут зайти в интернет, да, пообщаться со своими приятелями. Если что-то у них не получается при наборе текстовом, при работе в экселевском, допустим, да, с экселевскими документами, всегда специалисты приходят на помощь и им помогают. Второй у нас кружок – хозяюшка. То есть, сопровождение никак не может быть, да, без основного. Наши девчонки должны быть вырасти достойными мамами, хозяйками. И, конечно, мы организовываем такую работу по правильному приготовлению пищи, да, по какому-то диетическому питанию мы организовываем им лекции. Есть и в отделении сопровождаемого проживания клубные занятия для трудных детей. Клуб подросток. Среди наших деток, в принципе, как и среди нас всех, имеются трудные лица сиротской категории, да, которые освободились из мест лишения свободы, которые попадают в асоциальные группировки. Ну, и мы сопровождаем их на судебные заседания, к сожалению, да. Ну, так надо. Мы их не можем оставить. Без этого. Для этого и существует наш клуб. Мы сюда приглашаем для участия в нашем клубе в тренинговых коррекционных занятиях представителей прокуратуры, наркологического диспансера, позитивного движения, общественной организации «Скала». Мы им очень благодарны. Они организовывают также для этих детей мероприятия. Благодаря работе отделения молодые юноши и девушки смогут получить существенную поддержку и устроиться в жизни.